Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике Тризе для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0. Улица Крымская 242. Офтальмологический центр Тризе. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И сегодня в выпуске. Анапским ветеранам начинают выплаты материальной помощи. Под единым брендом придорожный сервис. Люба. Сбор атаманов Таманского отдела Кубанского казачьего войска. Анапским ветеранам Великой Отечественной войны начали выплачивать по 3000 рублей из местного бюджета. Решение об этом принял мэр города Сергей Сергеев. Исполнение поручения главы курорта обсудили на общегородском планерном совещании. Мы начинаем выдачу денежных средств по 3000 рублей каждому ветерану Великой Отечественной войны. Прошу всех зайти в отдел по взаимодействию с АТОС. Ольга Григорьевна Попова назначена ответственна в этом направлении. Получить деньги для вручения единого времени денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. И до 5 мая выдать ее. Главам сельских округов напомнили, что большинство из них руководят именно сельскими территориями и должны оказывать всяческую поддержку начинающим фермерам, развивать малые формы хозяйствования. Обучающие семинары, которые в эти дни проходят в округах, отнюдь неформальность. Я по почте вижу, сколько обращений от населения, которые бы хотели знать, чем заняться, как, какая помощь оказывается субъектам, муниципалитетам и так далее. Поэтому интерес есть и теперь с вашей стороны собрать людей и специалисты проконсультируют и окажут финансовую помощь, потому что такая возможность имеется действительно. Я это расцениваю как недобросовестное отношение. Первый вице-мэр обратила внимание начальника управления ЖКХ на завершение всех работ по благоустройству, строго в запланированные сроки. А также прокомментировала совместную с Роспотребнадзором работу по обработке водоемов от личинок комара. Лариса Медведева, руководитель ведомства, возьмет на контроль. Мы с вами встречались, рассмотрели. Работы запланированы с 3 по 5 мая. С учетом погодных условий мы попадаем в план мероприятий. Придорожный сервис обретает цивилизованный облик. До начала курортного сезона 11 новеньких торговых павильонов в единой концепции оформления будут готовы торговать продукцией местного товаропроизводителя. Что особенно важно, придорожная торговля будет радовать продукции местного производителя. Значит, с еще большей долей ответственности предпринимателю надо подойти к организации и обустройству торговых точек. Глава города Сергей Сергеев обращался не раз лично к тем, кто создает что-то своими руками и старается продать у дороги. Я не против. Пусть оно будет. Занимайся. Во-первых, точка должна быть легализована. Объект торговли, допустим, народный промысел. Но должно быть красиво. Сам не тех, кто вам посоветовался, вот глава тебе поможет. Сделай вырезку и убери это все. Это полоса торговли. Здесь ничего не должно быть. Понимаешь? И здесь надо облагородить. То есть, ну не в траве, не в курении. Это все вся красота. Но в траве. Что-то надо сделать. Подумайте. Пусть оно будет. Никто ж ни по рукам не билет. Но должно быть цивилизованно. У Тарусина пока изменилось немного. Из травы архитектурные малые формы вышли на асфальтовые площадки. Но выглядит такой торговый ряд неэстетично. Товар в хаотичном беспорядке. Олени вот все равно упасутся на проезжей части. А вот так будут выглядеть торговые ряды на хуторе Рассвет. Этим женщинам, для которых торговля своими овощами и фруктами – основной доход в жизни. Не надо было долго объяснять требования современной торговли. Да, мы все сделали сами. Как черешня начнется, клубника начнет, огород начнется. Все ведерками выходят сюда. А это же, как сказать, опасно же. Ну вот, пожалуйста. И опасно и некрасиво, да? Ну вот мы сделали. Люди приходят, у кого какие-то лишки есть, продают. Но мы. Основным мы тут пятером торгуем. Ну и для пенсионеров тоже создали. А сколько лет вы этим занимаетесь торговлей? С 87-го года. Главный специалист управления сельского хозяйства рассказал, что для всех этих ярмарок были проведены все необходимые согласования, в том числе и технических условий. Будет у павильона и раковина с водой проточный и мусорный контейнер. Все, о чем не раз говорил в своих требованиях глава города. Главой администрации муниципального образования города Куратанапа Сергеем Павловичем Сергеевым поставлена перед управлением сельского хозяйства задача по упорядочению придорожной торговли. Торговля плодо-овощной продукцией, пахтевыми культурами. И также оказание помощи крестьянско-фермерским хозяйствам, личным подсобным хозяйствам, населению. Вот как вы видите, в реализации данного вида продукции. В станице Гостогаевской тоже во все идут работы по строительству торгового павильона. Для такой торговли разработаны специальные проекты с рядом требований организации и подъездной зоны тоже. В Юровке многие знают и любят эти торговые ряды. Они давно стилизованы под кубанские курени, но в таком виде ряды проживут последний год. Уже в новом сезоне и здесь все приведут к единому стилевому решению. Так что к старому уже возврата не будет. В рамках масштабных работ по благоустройству скверов и памятников в преддверии 70-летия Великой Победы ведутся работы на мемориале по улице Протапова. Мемориальный комплекс по улице Протапова кардинально преобразится к празднику Великой Победы. В этом году завезли около 10 кубометров грунта. Приподняли уровень клумб. Элементы мемориала будут отсыпаны декоративной мраморной крошкой. По заданию управления жилищно-коммунального хозяйства ведем работы по замене газонов на рулоны в количестве 200 квадратных метров. Также ведутся работы по посадке цветников в количестве 2500 штук. Подготовительные работы в стадии завершения. Уже завтра обновленные клумбы украсят зеленая трава и летняя рассада. Бархатцы и петунии ярких расцветок. Все работы завершат уже к 1 мая. Привели в порядок мемориал, покрасили, убрали территорию старого кладбища, назначили смотрителя. Со стороны набережной произведена замена секций металлических ограждений. Их покрасили, подкосили траву за оградой. Сбор атаманов Таманского отдела Кубанского казачьего войска прошел сегодня в Анапе. Обсудили работу Анапского районного казачьего общества. Подвели итоги прошедшего в Краснодаре парада и предстоящие военные сборы. Сбор атаманов начали с приятного. Атаман Таманского отдела Иван Безуглый отметил работу глав сельских округов Анапского района и сотрудничество с казаками. Телекомпания «Напрегион» тоже получила благодарственное письмо за патриотическую работу. Руководство России, нашего государства, делает главное сегодня, внимание выделяет казачеству. И считает, что казачество является опорой государства российского. Таманский отдел сегодня лучший отдел не только в Кубанском казачьем войске, но и в российском казачестве. А в Атаманском отделе лучшим районным казачьим обществом является Анапское районное казачье общество. Лучшее не только в работе, но и в спорте. По итогам соревнований по казачьему рукопашному бою в станице Гастагаевской команда анапских казачат заняла первое место. Второй год подряд первое место по итогам месячника военно-патриотической работы с молодежью в крае. Более сложно стали работать казачьи штабы. По итогам работы 2014 года Анапское РКО заняло первое место в Каманском отделе. Эффективно в этом году работали штабы Анапского станичного казачьего общества, Анапского городского, Курения Риквы, Джигинка, Приморское охотовское общество. Участие анапчан в параде к 24-й годовщине реабилитации репрессированных народов Северного Кавказа и казачества в Краснодаре тоже было отмечено руководством края. Получила оценку отлично. Ветеран войны Валентина Аркадьевна Шептухина отметила 90-летие. В день рождения ее поздравила администрация города и вручила поздравления от президента страны. Валентина Шептухина родилась в 1925 году в селе Юровка. В военные годы ей было всего 17. В 1942-м перед самой оккупацией города в Гайкадзоре рыло окопы. Эвакуирована в Геленджико, следом и в город Орск. Работала на военном заводе у станка, помогала фронту из тыла. И днем, и ночью мы почти не выходили из завода. Нужно было много гранат, очень много. И нас просили, девочки, девочки, работайте, работайте, давайте, работайте, получше, получше работайте, давайте. А мы говорим, да мы и так, домой не ходим совсем. За плечами тяжелые военные годы, послевоенное становление, общественная деятельность. Сегодня же пенсионерка окружена вниманием близких и заботой государства. А юбилей пришел в теплой дружеской атмосфере. Кроме поздравительной открытки от президента, именинница получила подарки от главы города и самые теплые поздравления от родных и близких. Она очень добрая, очень добрая, жалостливая, ей жалко. Вот человек плачет, и она плачет. Очень аккуратная, чистоплотная. Никогда ни копейки ни у кого не украдет. А если займет, то тут же бежит, ночь полночь бежит, отдает. Очень честная. Валентина Шептухина за свою героическую жизнь получила много наград. Но по ее словам, главное достижение – дети и внуки, которые всегда рядом и готовы помочь. А постоянный труд – основной секрет долголетия, считает именинница. Студенты Российского государственного социального университета встретились с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Дегтяревым. О диалоге поколений в нашем следующем сюжете. О трагической военной судьбе своего дедушки и прадедушки студентка РГСУ подготовила теплый рассказ. Девушка заинтересовалась историей своей семьи совсем недавно. Оказалось, что дедушка Ольги Гайворонской – герой Советского Союза. Считается пропавшим без вести. А прадедушка воевал под Москвой. Был одним из тех, кто не подпустил врага к столице. Похоронен в братской могиле. Свою боевую историю поведал и ветеран Иван Дегтярев. Когда началась война, ему не было и 15-ти. Но дети войны взрослеют быстро. Рвался на фронт, помогал солдатам перебрасывать на фронт технику. С боями он прошел многие города, служил в батальоне связи. Воспоминания некоторых моментов даются нелегко. Не втопилось, нигде ничего. И голые спали. Без одеял, без матрасов. А на хвои. Хвоя холодная. У палатки приносишь 22 градуса мороза. У палатки вот такая толщина льда. Для студентов такой диалог по колени – уникальная возможность многое переосмыслить и открыть для себя заново. К 9 мая готовится сборник, куда войдут доклады студентов о людях, воевавших и находившихся в тылу в годы войны. Любовь к активному отдыху плюс патриотизм. Ребята школы номер 3 устроили поход на велосипедах, посвященный 70-летию Победы. Протяженность маршрута – более 15 километров. Поход на велосипедах с посещением памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной. Мальчишки из туристического кружка решили совместить приятное с полезным. Руководитель Лидия Чапурова провела для парней экскурсию. Мы знаем, что сейчас мы готовимся к такой великой дате, 70-летию Великой Победы. Это очень трогательная дата, она в каждом сердце у каждого. Поэтому мы решили, такие туристы, экологи, проехать по военной тропе, где освобожали наши поселки, где стоят памятники. Мы возлагали цветы. Я в первый раз участвую на таком мероприятии. Я сегодня повидал очень много нового. Увидел разные памятники. Мы посетили памятники, почтили прах, минуты молчания. И мы помним наших предков. А завершилась патриотическая акция возложением цветов к памятникам и мемориалам. В Анапе при столкновении с деревом легковушку разорвало пополам. В аварии, которая произошла вчера, 27 апреля, около трех часов, на подъезде к городу погибли два человека. По предварительным данным, 22-летний молодой человек, управляя автомобилем БМВ-335, не выбрал безопасную скорость движения, съехал с дороги и влетел в дерево. В результате ДТП водитель иномарки и его 23-летний пассажир от полученных травм погибли на месте происшествия, сообщили Живой Кубани пресс-службе ГИБДД. Обстоятельства, послужившие причиной аварии. Уточняются. Чемпионат Кубани, высшая лига. В футбольном поле встретились команда Понтос, сила Витязева и Краснодар ГНС «Спартак». Первые 10 минут матча можно назвать разведкой. Соперники присматривались друг к другу и надумывали ходы атак. Первое к активным действиям приступила команда Витязева 1-0. Но во втором тайме краснодарцы отыгрались. В итоге ничья. Соперник. Я считаю, одна из лучших команд вообще. И по традициям, и по игре в крае. Всегда приятно сюда приезжать, играть. Недавно в команду Понтос пригласили играть Владислава Олексина. Парень с 6 лет занимается футболом. В 17 подписал свой первый контракт. Приехал с Москвы, играл в «Спарта-Щелково». В Анапу, говорит, влюбился сразу. Мы рассчитывали на победу. Хотелось выиграть при своих болельщиках. Как бы все-таки дома игра. Первый тайм вроде хорошо начали, забили. В это время на стадионе в Сочи анапская команда делила футбольное поле с командой «Сочи-2». С счетом 6-1 Анапа вырвалась вперед. Напоминаем, что ближайший матч чемпионата края на стадионе «Спартак» состоится 2 мая. Футбольная команда «Анапа» встречается с Краснодаром. Завершит выпуск прогноз погоды. Завтра небо снова затянет облаками. Ожидается небольшой дождь. Зато дневная температура до плюс 18. Ночью 12 градусов тепла. Напоследок апрель решил порадовать нас настоящей весной со всеми ее прелестями. Правда, метеочувствительным людям будет не очень комфортно. Ожидается резкое понижение атмосферного давления. Нужно быть осторожнее в среду. Генеральный партнер программы – клиника «Тризе». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Специально ко дню Великой Победы в офтальмологической клинике «Тризе» для всех пенсионеров скидка на комплексную диагностику зрения 50%. Подробности по телефону в Анапе 30 31 0 улица Крымская, 242 офтальмологический центр «Тризе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова